Сотрудники 74-й пожарной части когда-то получили квартиры именно в части. Но теперь в пору говорить о том, что людей продали вместе с домом. Прописка в паспорте не играет роли, ведь здание теперь принадлежит частному предприятию. В таких условиях живем в Таплинице. Мы благодаря этой буржоке пережили снижение. В отличие от супруга, который раньше работал пожарным, Елена Выхованец тут не прописана, поэтому она даже боится выйти за территорию, так как охрана обратно не впустит. Вот и сидит как в тюрьме, за забором с колючей проволокой. Она всегда дома, если это помещение можно так назвать. Куб дров стоит 500 рублей, его хватает на неделю. Воды, света нет, пара лампочек в подъезде, вот и все электричество. Эти проблемы начались год назад, когда территорию части выкупила одно из предприятий. Маленькая Регина Сангатулина научилась читать при свечах, будто бы родилась не 6, а 100 лет назад. Хочу свет, воду, тепло и рисовать. При свете. У нас унитаз замерз и все. И уже не работает, пришлось его снять. Пошел в ведро, на окно 9, а потом на улицу выливаем. Нина Обрученкова из второй семьи, которой власти планируют выделить квартиру. Первая Елена Выхованец, Рафиса Сангатулина и их маленькая дочь. И это после многочисленных обращений и жалоба всей инстанции. Квартиру предоставляют, конечно, не даром, а в соципотеку. Но они рады и такому раскладу. Мечтают переехать туда, где тепло и нет постоянного запаха гари. Вопрос выделения жилья рассматривали сегодня на сессии Гурсовета в мэрии. Возможность включения 10% квоту их дает возможность уже в ближайшее время получить жилье без предварительной оплаты. И поэтому, раз вопросов нет, у профильника миссии утверждаем. Вот только эти две семьи не единственные, кто нуждается в подобной помощи государства. Есть еще люди, которые снимают квартиры вместо того, чтобы жить по прописке. А ведь за холодное, темное помещение без воды и газа они еще и платят по 5 рублей за квадратный метр в месяц. 20 тысяч за это я платил, еще вот щеки все. Где-то там 10 тысяч. Сегодня вот 10, да? Вот долги прошу, я все долги прошу. Вот здесь с детства выросли. Да, мы как бы дети. Здесь дети сколько были, сколько семьи. Полный дом просто был, совсем выросли, гуляли везде. Сейчас все перегородили. Буду платить, буду жить нормально. Я хочу, что, заболеть, что ли? Потом это здоровье, сами знаете, ни за какие деньги не восстанавливаешь. Из-за каких-то там чиновников, что ли, из-за каких-то бизнесменов. Мне это надо. О трех семьях просто забыли, уверены братья Хановы. Кому-то говорят, что вы не обращались, и это после года тревоги. У кого-то нет каких-то документов. Впрочем у тех, кому сегодня горсовет решил помочь, тоже есть вопросы. Главное, когда они смогут заселиться в новой квартире. Тяжело. Честно скажу, тяжело. Ну, надежда есть. Может быть, все-таки побыстрее как-то вопрос этот решится. До этого чиновники говорили, что подождать придется 3-4 месяца. А это просто невыносимо сетуют. Свободные люди за колючей проволокой. Егор Ордов, Ильнар Мустафин, СТВ, 5 канал.